Снова здорова, дамы и господа, на связи Роман и канал Фрисенгеймс, у нас Эпоха Магии, и что это у нас? КВ, они же Клановые Войны. Закончится через 4 часа 12 минут, и на самом деле я понятия не имею, что это и как это, но, тем не менее, имеет место быть. Рейтинг 511, маны у нас 239 тысяч, и 92 добываются в минуту. Что это такое? Я... Я не понимаю абсолютно. Ладно, это наши первые КВ, абсолютно не знаем, что и как. Гильдия у нас новая, насколько ты помнишь, мы ее создали буквально неделю назад. Прикол в чем? Есть у нас... Хорошо. Есть у нас игроки, которые не активны. Они очень сильно пассивны, потому что вообще на рейде должно собираться 3 группы. У нас не набирается 3 группы, у нас одна активизируется, вторая группа уже не собирается. Поэтому у нас будет рокировка, так что если ты хотишь к нам, то обязательно пиши в друзья, не знаю, пиши, кидай запрос, я завтра почищу клан от неактивных. И у нас останутся только активные. Хорошо, так, смотри, у меня есть Энки-16. И здесь что-то куда-то, не знаю даже что и как. А я могу отдалить, приблизить, нет? Твои герои, мои герои. Епическая сила. Нейтральный остров. Тоже нейтральный остров. Тоже нейтральный остров. Ага. То есть нам надо захватывать, как я понимаю, больше островов, да? Не, ну давай, конечно, захватим. Так, это наш. 18 в минуту. 0 в минуту. Ага, ну 18 при захвате. 18. 19. Ладно, хорошо. Я не знаю пока куда нам идти. В каком направлении. Но думаю, что в любом случае стоит куда-то двинуться. То есть на другие кланы мы пока не попрем. А куда-нибудь здесь, блин, слушай. А что-то по прокачке-то тут я смотрю мощные, пацаны. 50-ые, 52-ые уровни. 48-ой. Вот 48-ой получается самый низкий, да? Ну давай на 48-ого пойдем попробуем атакуем. Так, стандартными своими кобальдами. Я заметил, что у меня камера немножко в ЭБС-ке подтупливает. Не знаю, почему так. Что с этим связано, может быть. Фильтры никакие не стоят. Может, то 160 фпс стоит. А если сделать вот так вот. Вообще не работает. Ва, 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 ва. Не, слушай, какая-то херня. Давай обратно на 60. Что? Ну, вроде как бы что-то куда-то. Не знаю. Не знаю, ставлю на 60 фпс, хрен бы с ним. Так, поехали. Здесь мы с тобой немножко разберемся. Вот ты мне не нравишься очень сильно. А при переходе на следующую битву, у меня что-то сохраняется или не сохраняется? Как тут по кулдауну? Здесь как в подземелье ужасов или как на турнире? Демонессу вернул к жизни. Вот падла. Сукуба. Извиняюсь, Демонесса. Сукуб. Ну, сукуб долго не протянет. Ай-яй-яй. Давай еще делаем прохил. На бой нам дается 5 минут, если что. Ах, ты ж ежик в тумане. Длин, надо Ксарта забирать срочно. Он сейчас промажет. Нет. Нет, слушай, все выжили. Неплохо, неплохо. Скорость получения маны с острова зависит от силы его защитников. А-а-а-а-а-а. то есть мы получается захватываем остров и ставим защитников персонажей которых мы поставили в защиту мы уже получается использовать в атаке не можем до 3 в минуту блин ну да давай я пока так поставлю потому что я не знаю на самом деле что и как а почему все резко покраснела 50 50 пойдем гномов попробуем атаковать смысле за золото вернуть серьезно а где эти свитки брать свитки возвращения можно получить в награду за пройденный рейд портал внеизведанную интересно так я сейчас получается не пройду все ни одной битвы больше не смогу пройти отозвать защитников вы можете отозвать своих защитников но им требуется время чтобы вернуться так они бесполезные я понял тогда давай нормальных сюда поставят остальными просто-напросто не пройду вот в чем прикол ну так хотя бы хоть сколько-то будет добываться были нифигасе кланвар то есть это получается смотри нам надо для захвата одного острова иметь пачку атакующую для захвата для удержания и для фарма на этом острове нам нужна еще и пачка защитников но при этом них у хрыму хренец от скопецка то есть реально должна быть хорошая пачка чтобы бы добывалась больше маны офигеть кто-то конечно интересно с каждому игроку надо иметь минимум две пачки я думал мы сейчас тут контента напишем мамой не горюй а куда мы делись то третье место так кланы занявшие места с 1 по 568 перейдут на следующий круг что за следующий круг то есть это еще не все не финал интересно просто прикол в том то что я не смотрел ни одного гайда пока вы это очень сильно отличается от того к чему я привык допустим звездных войнах прям безумно дико отличается но опять же появляется дикий интерес потому что хочешь обязательно в этом разобраться так страсть чаще это не то енота мы с тобой взять не можем на рынок поехали соску за скотчем нет это обидно да что кого не получается больше показать печально но мы сейчас еще рейд с тобой запустим так это я заберу это я заберу отлично парень и что у нас нету ничего здесь тоже нету долина сокровищ нету клан 757 это мне не хватает на дына ю но есть серебряная луна есть лаки дына я 50 лаки 25 серебряная луна 50 давай мы лаки купим потому что это прохил хиллер лишний не бывает вообще ни разу никак здесь мы ничего с тобой купить к сожалению не можем так клан 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 и рейды рейды у нас как раз закончился давай мы самый простенький с тобой попробуем запустить вот он 16999 и к сожалению не получается то есть у нас в чате висит конечно сообщение чтобы прямо зачищали по максимуму потому что нам надо минимум 30 процентов закрывать и поехали мы с тобой повоюем мы можем провести три битвы сейчас мы сейчас их и проведем 1 2 3 4 5 вышел погулять качать кабальдунов я не буду я сейчас придерживаюсь политики прокачки только в конце недели то есть оформлю деталью оформлю осколки и уже после начала турнира то есть после старта я уже буду непосредственно заниматься такой фигней как прокачка персонажей держите парни но это мы быстро пройдем ой вот эти больно бьют эти чертяки могут так в жаре что хоть стой хоть падай отлично это тоже может в принципе из боевой стойки нормально вывести это не сильно страшно чел есть поехали актива маловато нам не хватает активом запись проверяю идет не идет звук запись все есть звук камера мотор так смотри здесь мы можем пройти по прямой вообще по большому счету как то есть пацан который стартует здесь идет сюда здесь который стартует идет прямо и они по защищают правую сторону эти естественно ой дривер от красавчик тоже пошел в атаку эти должны по идее зачистить левую сторону те которые идут по центру так погоди здесь раз два здесь на три персонажа смотри один идет по крайней левой один идет по крайней левой потом идет сюда и переходит сюда скорее всего здесь тоже через босса он проходит там вдвоем идут здесь этот идет сюда опять же пересекается с пацаном который идет по центру по центру на короче надо троих по центру надо вести троих один пойдет на право другой пойдет налево я наверное тогда помчу по центру блин против нежити мне не нравится воевать если честно мне кажется что кабальдуны против нежити не аллём блин этот гад крепкий давай мы разгон 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 нет не будем сейчас делать разгон во втором раунде может быть забери красиво джак отлично торок профил рано пока подрубать рано 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 в смысле промазал что опять промазал пацаны вы чё вы чё вы чё не тупите господа мои хорошие вот соберу еще пак гномов будет уже поинтересней вот смотри здесь разветвление идет налево либо направо я пока не пойду но вот следующему кто стартанет по центру после войны кланов удали этого персонажа с клана пригласи моего основного перса алекс грим алекс грим 11 в а а как дарт грим дарт грима надо короче удалить основной перс алекс грим погоди стоим а после во после вода после важен после во все хорошо хорошо давай мы тогда напишем что я понял я услышал хорошо все есть запомнил ладно поехали 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 мы создаем еще также чат гильдийский в телеграме для того чтобы корректировать наши действия но для этого нужен опять же актив нужен прямо хороший актив который у нас к сожалению пока что нет так вот здесь давай заливку мы проведем это мне сейчас энки не хватит до босса дойти до потому что у меня получается 30 было это три захода на а босс у нас на четвертом заходе так сразу прохил вставляем потому что у нас сейчас коцать будет минус один есть ой джага джага лечить не лечить нет не добил эти оба спровоцированы что-то провокация но как-то не особо на них сработало по моему они хера положили на эту провокацию на по щам и еще немножко но все отлично закрыли угу так 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 есть то есть смотри завтра собственно говоря как проснемся сразу пойдем в атаку на вот этого дядю 29 260 4 5 звездности не так ну не это мы пройдем это мы пройдем сто процентов дальше у нас будет выбор то есть идти по гномам сюда по краешку либо раз два три 4 и идти на босса скорее всего это будет данными не босс потом будет 1 2 3 а у меня курсор отображается до 3 4 и выход на варвара за 44 тысячи гм попробуем я вообще по большому счету на них уже нападал я практически до затыкал там остался только в живых один арбалетчик в любом случае у меня будет еще отряд а я могу кстати воскресить вижу можно воскрешать точно 4 процента мы уже с тобой сделали это при том что мы провели только раз два три 4 5 битв провели уже 4 процента есть но прогресс всего один процент потому что считается с двух групп вот в чем а из двух групп а с трех групп считается здесь к сожалению у нас все пока никого нету ладно хорошо здесь мы с тобой закончили закончили так чё по персонажам у персонажем у нас что так это у нас харгрим сияет звездочку ему набили нам надо так все уже в четырех звездах нам надо с тобой кобальдуна пофармить немножко вот здесь вот так блин только 3 а ну да н ки нету с тобой согласен н ки не хватает кобальдуна пофармили и надо естественно всех остальных поехали с грока начнем блин двойной выпадение двойные бонусы уже закончились плохо так первая покупка пошла их на самом деле легко эти покупки просчитать потому что после 4 покупки просто-напросто стоимость уже будет не 50 а 100 золота а там уже получается не так что и выгодно так и нажал теперь нажал есть еще одна покупка понеслась душа в рай тоже немножко забрали это у нас был торок кобальдуна мы с тобой пофармили теперь у нас идет джак джак иди сюда 3 полетела шикарно а гадалку за тьму мы с тобой уже не качаем потому что у меня 50 уровень у меня 50 уровень снаряжения и у нее опять звезд то есть ее качать уже не имеет никакого смысла кого я хочу я хочу белару пофармить по осколкам нужно для дальнейшего прохождения даже через друга требуется определенная прокачка потому что падает она уже с одной массу и просто-напросто чпонка ее нету так и четвертая закупка последняя тоже поперлась давай осколок один целых два нифига игра да ты сегодня щедрая белар блин так то по идее по хорошему надо бы ее прокачать но ладно посмотрим может завтра я ее качну дальше кто у нас ангрим 4 то я уже идет четвертый уровень снаряжения велундар 4 харгрим у нас идет 4 остальных по осколкам я пока не собираю мак крови у меня и так откуда-то берется не помню откуда джу бадзе я бы на самом деле вот покачал бы свинолю до этого прикольный персонаж но вот по звездам давай мы попробуем с тобой ангрима еще по формить блин или лучше детальки по формить я не знаю на самом деле затрудняюсь что важнее здесь звезды или детальон про за четвертый уровень снаряжения берется элементарно а вот дальше уже возникают определенные трудности ладно давай осколки по фармин а я не могу ангрима так велундар эвелундара не могу интересно а кого мне по осколкам тогда пособирать прямо пак из гномов делать но по паку из гномов говорили не играют гномы без без трорина ну что у него есть лидерка а трорин только может выпасть из сундука собирать гасара и традара мне не имеет никакого смысла мой кстати это танк хороший танк защитник просто атакует наносит удар щитом и глушая противника на один ход все противники могут атаковать только его в течение одного хода вот это неплохо кстати прям вообще хорошо амброр базовая понятно выстрел наносит урон и лишает противника возможности применять атаки ближнего боя в течение двух ходов если других способностей врага нет он пропускает ход мощный выстрел от которого невозможно уклониться сбивает с врага все положительные эффекты снижает уклониться ли на 20 процентов в течение двух ходов повышать свою стойкость на 20 процентов допустим гасар но это убийца должен быть по идее бросает под ноги дымовую гранату которая делает самого гасара и союзников классов плут маг и целители невидимыми а также увеличивает их урон на пять процентов в течение одного хода наносит урон противнику и в два раза повышает весь урон от магических атак по нему на два хода бросается суд с диким огнем который наносит огромный урон одному противнику на самом деле я бы если бы собирал гномов я бы взял ангрима харгрима велундра традара и трорина но без это к сожалению трорин строя нам у нас пока никак кого я хочу вообще в принципе собрать по друидам не сказали нет пока персонажей не можем нельзя прям абсолютно ни разу дети леса это понятно рыцари света фу такими быть высший эльф нот высший эльфы конечно прикольно но по большому счету вот мне говорить о том кого я хочу собрать кого я не хочу немножко на самом деле пока что бессмысленно потому что для того чтобы что-то хотеть надо что-то мочь то есть нужна возможность возможности у меня как таковой на данном этапе нету почему потому что у меня много не пройдено еще компании хочу по времени мы сейчас наверное может собой даже заскочим немножко ой отлично кабальдуна еще по фарме хотя сейчас на кампанию наверное имеет смысла идти потому что под кампанию надо прям выделять целую серию ух прям 96 но полетели есть пофармили малеха и малеха немного так арена подземелья ужасов одного героя повысить один предмет одеть то есть и так и так мне что-то требует потребуется сделать тогда хорошо давай мы знаешь что с тобой сделаем мы с тобой белару поднимем на один уровень так и одну шмотку ей на фарме побырику легкую какую-нибудь такую быстренькую вот эту например так вот так раз бля на давай атака 2 есть все просто для того чтобы дейлик выполнить отлично все 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 девочка отдыхай раз-два отлично подземелье ужасов погнали на арену и подземелье ужасов подземелье ужасов у нас проходится быстро поэтому наверное полностью его с тобой успеем пройти за 8 минут в теории чуть повыше сяду вот так покрасить так разгон заливка мы хорошо ту руку залили есть немного на толпу на себя провоцируем кстати когда мы нежить долбили я перепутал провокацию с дебафом на уменьшение точности если вдруг и в комментариях это подметил то вот я сам себя поправляю на тебе в рожу прохил врубаем слабенький еще подали подольем основной прохил мы сейчас делать с тобой не будем не иметь никакого смысла давай игрока добей нет не добили ты добьешь молодец ай красиво торак вот теперь можно и подхиляться малеха тролланд паскуда же лучше все до свидания роланд песня вспомнил просто вспомнилась до свидания мама до свидания папа если знаешь пиши в комментариях как называется а если не знаешь что загугли и напиши как называется поехали ну получается мы сейчас запрыгиваем с тобой и выполняем делик я на самом деле хочу уже гномов подсобирать немножко потому что хочется тоже что-то новое испробовать кобальдуны конечно кобальды точнее они прикольные но они надоедают ой какой тип жесткий однообразие надоедают собак успел сходить и ты успел сходить сын есть я на самом деле здесь проигрывал если что в подземелье ужасов но не то чтобы проигрывать не дойти до конца проигрывал но при этом доходил до конца то есть в конце конца самый тяжелый случай самый тяжелый случай который у меня был когда остается из первоначальной пачки только допустим два персонажа то есть чаще всего выживает у нас кто выживает торак выживает джак ну игрок естественно то есть вот эта троица гадалка быстро достаточно улетают если не поклон трить правильно хиларем и улетает естественно быстро кабальдун но в этом я не вижу ничего страшного потому что считая двоих троих персонажей считаю я теряю докидываю туда гномов и спокойно прохожу дальше ничего сложного в этом нет по крайней мере пока что он красивая картинка так лаки здесь мы не наблюдаем давай тогда заливку чтобы гадалку обогнать отлично сюда разок вот так вот есть добили так шнык ты должен был нырнуть вообще-то ну чё-то не нырнул ну давай прохилим все а там блок на прохил стоял на гадалке вот это неприятная части туевина была я еще не все добавь и знаю по значкам еще не все выучил ну ладно надо будет запомнить хотя знаешь можно было бы по идее логически догадаться если сердце перечеркнуто значит что правильно хотя может это наоборот уменьшение хп есть же такой дебаф ну не знаю в этой игре есть или нету допустим в некоторых играх есть дебаф уменьшающий максимальное количество здоровья то есть допустим было 100000 дебаф накладывают у тебя автоматически до конца боя или на какое-то время там на пару ходов остается не 100000 здоровья 80 тысяч здоровья ты сюда вот эту чувиху я не знаю кто такая но она из золотых из архонов и надо по-любому дать пизды кису надо забрать естественно так мир не должна была гадалка сходить и подлечиться на ёбанна ладно не страшно тоже говорю что как бы не особо проблемы да и при этом еще что-то нервничаю что-то расстраиваюсь не стоит этого делать ультам абадон и при том еще то ли в седьмом уровне снаряжения если я не ошибаюсь вроде как когда персонаж до 7 уровня снаряжения прокачиваешь а нет 3 а почему золотая рамка я просто заметил такую ситуацию что у некоторых персонажей появляется золотая рамка но я ни разу не видел чтобы этот персонаж был меньше чем седьмого уровня снаряжения поэтому и подумал что на определенном уровне снаряжения просто вот это вот золотая рамка в углу появляются под люка так давай от этой херни избавимся интересно что это за золотая рамка но я думаю в комментариях мне напишут по идее так поехали сюда дальше ой 7 ножей бля у него вроде прокачка хиленькая все и уклонение на что что будешь делать есть 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 на папе шерсть держите ну все в гадалку летит ну просто все летит в гадалку ну что за жизнь что за херня давай прохил сразу делаем минус бля провокация магнус собака иногда все карты сбивают прям жестко сюда бей красиво есть так что у нас по магазину кстати 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 по магазину серебряная луна у нас имеется харгрим ангрим виллундар других я пока нужных не вижу можно было бы конечно гномов пособирать или сразу на серебряную луну эти прикол в том то что вот здесь магазине подземелья подземелья ужасов продается ровно три гнома которые мне необходимы не здесь вообще по факту по моему 5 продается 45 не помню но в общем есть громы необходимые и вот у меня вечная сейчас дилемма то есть либо я собираю гномов и весь бомбопак как хотел либо я беру дэнаю и серебряную луну или как там ее звали забыл уже прикинь меня тянет гномом гномом пока что если честно хочется бомбопак попробую да и в принципе гномы вот я попробовал мне понравилось как они играют они прям синергируют весьма и весьма неплохо прям ну не знаю мне очень понравилось это при условии что у меня еще не все гномы на секундочку есть мага червя забрали торака забрали но ты не смог никого спровоцировать не успел точнее шикарно несмотря на то что я играю за играю за кобальдов мне кобальды в соперниках доставляют больше всего хлопот так давай все таки гномов я куплю харгрима сколько осколков 25 25 он уже готов к переходу так здесь 1025 здесь 830 так давай вот этого купим и поехали у нас еще четыре битвы по идее одно прохождение это полтора косаря то есть ровно купить три персонажа по 5 осколков ну не то чтобы ровно а хватает вот я к чему поэтому мы в теории должны купить всех троих ай-яй-яй там заливку скорости можно было сделать гадалка ты не готова еще зачем ты его бешен и так часто сдохнет есть минус а недоступна да ладно скорости зальем а теперь точно недоступна но гадалка все-таки для бомба пока отлично подходит можно было бумага крови жнеца крови собрать и закинуть бомбопак но мне на гномах он больше понравился особенно учитывая что там есть енот и туда можно запихнуть еще кого-нибудь танка или хиларя хотя один хиларь у нас с тобой будет можно по идее лаки туда запихнуть либо харану давай кобальда заберем вот потому что сейчас по толпе будет бить кобальдуна точнее а сами по толпе как раз и ударим ай больно ай больно есть хорош это немного расплюешься ли мне нравятся персонажи вот я не знаю по именам кого как зовут нравится персонажей которых есть способность контратаки прям вообще бомбически я редко таких встречал по моему у короля обезьян есть контратака если не ошибаюсь и не помню еще у кого но это прямо билка мне кажется чумовая так кого мы провоцируем тебя кстати предпоследний бой если что я в стойку сел он из нее так и не выйдет ладно давайте пацаны сохраняем обилку на последнюю битву есть и сейчас красиво просто залетаем во вражину и бьем бьем лупим просто как не в себя лаки здравствуй красивый лаки поехали ой 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 хотя чё ей там ничего страшного нету кого мы здесь боимся тебя я вообще не знаю стерус атакует цель атакует всех противников шанова за каждую среди кору а все я понял кто это ну страшно тебя соглашусь сразу делаю пассивный отхил разгон продлюда провокация сработала до нате вам понижение базовых характеристик немножко не добили и у магнуса опять сработала провокация так магнус больше что зачем магнус больше не помеха давай теперь вот этого пацанчика заберем я тебе говорю больно бьет вот этот тип который метатель топоров вот прям жестко может ударить но и остается только гном на одном поддержка и прохил по крайней мере этот он у нас получается первого него базовая вторая прохил всех союзников и третье повышение урона если я не ошибаюсь для союзников или сила атаки что-то типа такого все закончилось 1 и 2 у нас еще с тобой осталось мы с тобой покупаем харгрима мы с тобой покупаем виллундра и у нас еще остается 225 красиво красиво дейлик прошли прошли за это мы что получили нич ах еще шаре на ладно нуждать перезарядки полноценно всей арены мы не будем ладно ребят на этом у нас все если интересно то обязательно подписывайся жду твоего совета в комментариях большое спасибо что посмотрел с тобой был роман и до новых игр дейлик